Думчивый путешественник, прожив пару недель в Владивостоке, сделает вполне резонное умозаключение. Этот город не так прост, как кажется или хочет казаться. Его нельзя запихнуть в рамки конкретных определений, как и местный рок. Александр Демин, далее Дема, совершенно не похож на представленных выше персонажей, хотя бы потому, что за всю свою многолетнюю концертную деятельность он на сцене всего два раза подпрыгнул и один раз машировал в каске, но по причине сильной степени перманентности своего состояния. Термин введен самим Деме. Как верно заметили в свое время местные музыкальные критики, ему все равно, как действуют его песни на зрителя. Он делает то, что ему в кайф, а под Деминой формуле, что в кайф, то и рок. Стихия Демы – блюзы. Более того, как выпускник отделения японской коллологии ватфака ДВГУ, он предпринял миссионерскую попытку предложить на русский классический блюз, который, напомним, исполняется на английском языке. Кстати, если вы обратили внимание, то практически все деятели Владивостокского рока учились в престижных школах, потом в вузах, опять же на престижных факультетах, но занимались совершенно непрестижным в ту пору делом. Имея диплом переводчика с японского и английского, Дема отправился в моря, но был списан на берег по причине тесных контактов с иностранцами. Так что Дему вполне можно считать главным диссидентом Владивостокского рока, поскольку пострадал от режима. Но после хождения за моря, Дема стал одним из лучших в стране исполнителей блюзов на губной гармошке. Секрет же мастерства прост. Оказывается, премудростям техники его научил настоящий афроамериканец. Ну а кто может сыграть на губной гармошке лучше черного? Сейчас, наверное, только белый Дема. Вызывает уважение дискография Демы. Особенно плодотворным был период с 1987 по 1991 годы, когда записано три альбома. 87-й закрытый город, 88-й тактика выживанной земли, 91-й заткнись и танцуй, записанный в Деменграде с музыкантами группы «Зоопарк». Тогда же создавались песни, которые вошли в еще один альбом. Хорошие девочки никогда не появляются в этой части города в такое позднее время. Увы, на создание последнего пятого альбома у Демы ушли те же пять лет, но в 99-м предложенных условиях все же был закончен.